Еще пара месяцев без искусства и не то что фотографироваться, узнавать перестанут. С грустной улыбкой говорит известный актер Дмитрий Никулин. Участник команды КВН, дети лейтенанта Шмидта, звезда сериала «Бородачи», «Гуманоиды в Королеве». Уже четыре месяца без работы. С приходом пандемии жизнь поменялась резко. Вместо театральных костюмов – строительная роба. Актера с 30-летним стажем привела на стройку нужда. Должно быть тяжело психологически. Как в этом фильме-то, как хорошо играл бы Ермолова, если бы стоял у станка целый день. Слова помните, сберегись автомобиля. Так что все нормально. Я же еще и те-то тоже в школе в ансамбле играл. Новосибирск, Ялта, Геленджик. Если бы не запрет, Дмитрий Никулин колесил бы с концертной программы по всей стране. А не сидел бы дома без творчества и нормального заработка. Единственное, пытаемся собираться, что-то придумывать, новые программы. Мы как-то, знаете, друг другу так в глаза смотрим, о чем писать. Для кого? На какой срок? Непонятки полные. Иван, поклонник Дмитрий? Конечно. У меня ребятишки все смотрели, просто все серии «Бородача». Балдели. Мы просто очень рады, что у нас такой человек проживает в нашем городе. Пандемия обесценила не только известных актеров, но и ресторанную отрасль региона. В социальных сетях рестораторы уже неоднократно выходили с обращениями в адрес губернатора. В конце июня власти дали слабину. Но не всем работу разрешили возобновить только летним верандам. Послаблением, правда, воспользоваться смогли далеко не все. Это здание, где находится сам ресторан, является памятником архитектуры. И в связи с этим к нему нельзя никакого капитального ремонта делать. Соответственно, по соседству в этой аллее невозможно установить. Ну и так как здесь проход тоже не позволяет, чисто физически невозможно поставить здесь столы. Только вот максимум что-то из ряда скамеек. Но скамейка проблему не решит. С начала пандемии выручка популярного в городе китайского ресторана упала больше, чем на 100 тысяч рублей. 110 посадочных мест против 15 заказов в день. Это ни о чем говорят в ресторане и ищут пути решения. Если попробовать договориться в том плане, что там будет не капитально установленная веранда, а переносная-выносная, тогда возможно. Но территориально это займет максимум 6 посадочных мест. Или есть другой вариант, который нам тоже предложили. Это на площадке стадиона «Динамо». То есть на всем этом большом пятаке установить. Но ресторан находится по другую сторону от улицы. И как-то это будет выглядеть очень неудобно, если официант будет ждать на перекрестке, чтобы отнести заказ. Большинство ресторанов и кафе все-таки находят выход из положения и оборудуют летние веранды в очень романтичных местах. Правда, руководство кафе просит веранды это не называть. До сих пор на замке и фитнес-центры. Тренеры ушли в онлайн, либо проводят занятия на свежем воздухе. Но все равно перечисленные сферы терпят колоссальные убытки. Люди устали от отсутствия работы и безденежья. И в очередной раз в своих обращениях пытаются достучаться до властей.